Очень многие из нас увлекаются домашними растениями. И если раньше ассортимент был довольно ограниченный, то сейчас глаза разбегаются от красоты и разнообразия. Но, как и все наши дни, стоит он не очень дешево. Поэтому многие предпочитают взять отросточек у знакомых и вырастить взрослое растение самим. Или купить маленькое, что дешевле. Или вообще вырастить из семян. А некоторые уже научились хорошо размножать, создали коллекции и перешли к продажам. Я, как коллекционер, честно признаюсь, что поддерживать коллекцию на должном уровне, покупать новинки без продажи растений не получается. Расходы на хороший грунт, удобрения, посадочный материал немалые. Но разве это остановит, если есть жилка коллекционера? Со стороны все вроде легко и просто. Купил, размножил, продал. И снова купил, размножил, продал. И так коллекция развивается, выходит на более высокий уровень и доходы растут. Но не нужно забывать о том, что это большой каждодневный труд. Плюс преодоление постоянных трудностей. Во-первых, растения болеют. И их нужно научиться лечить именно в домашних условиях, не применяя жесткие ядохимикаты. Здоровые растения сами по себе не заболеют. Болезни приносим мы с новыми экземплярами, купленными у частных коллекционеров, питомниках, магазинах. Поэтому заведите железное правило. Не ставить новинки со своими старыми растениями и проводить профилактическую обработку как наземной части, так и грунта. Хотя бы опрыскайте и пролейте фитовермом от насекомых, вредителей и клещей. И полейте раствором фитоспорина для профилактики болезней. Карантин мы держим 2-3 недели, не меньше. То есть новые растения стоят отдельно. Очень рекомендую желтые клеевые пластинки. Они пригодятся как на новых, так и на старых растениях. Если вдруг появятся домашние комарики или белокрылка, вы сразу же увидите их на ловушке и не пропустите сигнал к действию. А откуда вообще берутся насекомые, вредители и болезни? Ну вот правда, зима на улице, из окна никто не прилетит. Есть три источника. Во-первых, заносим с новыми растениями, как я уже говорила. Во-вторых, очень часто они перебираются на наши растения с подаренных букетов. Вот подарили букет шикарных роз. Стоит он в вазе, красуется. А нам и не видно, как разбойники трипса перебираются с него на наши домашние растения и захватывают новую территорию. Уже никто не скрывает, что букеты, особенно розы, нужно обязательно обработать от насекомых вредителей, прежде чем ставить в вазу и вносить в комнату с домашними растениями. Срезка часто идет из зараженных питомников, особенно много всякой заразы в голландской срезке. Ну и третий источник проблем – это грунт. С хорошим грунтом сейчас вообще беда. Готовое чего только не содержит. А составить самим стало очень сложно, так как основа – это торф хорошего качества. Принесли новые росточки. У меня фиалочки мини. Берем самые маленькие стаканчики. Наполняем грунт для рассады, увлажняем раствором фитоспорина, разводим его по инструкции, обмакиваем срез в биокорень и не заглубляя слишком, не уплотняя землю, устанавливаем череночек в стаканчик. Так сажаем не только фиалки, но и другие растения. Если горшочек с малышом умещается, то можно закрыть его в зип-пакет. Если не умещается, то ставим в прозрачный контейнер с крышкой, оставив крошечную щелку для проветривания. И выставляем на свет. Именно на свету, в чуть влажной среде, укоренение происходит наилучшим образом.